Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Виктор Кожанов. Хочу поделиться информацией для тех, кто решил начать бизнес. Ну, неважно, в сетевом бизнесе или просто в бизнесе. Потому что для того, чтобы начать бизнес, это нужное решение, которое принять. Но бывает, что решение принято, но со временем вы даете, как говорится, назад, отменяете это решение. Вот именно выработка решимости, об этом я хочу сегодня рассказать. Для тех, кто работает по найму и не видит себя в бизнесе, то просто закройте это видео, это оно не для вас. Работали, вас это устраивает, пожалуйста, я просто хочу рассказать для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Потому что действительно многие люди, не то что многие, практически большая часть населения у нас зарабатывает очень маленькие деньги. И уровень жизни у них, конечно, низкий. Вот для тех, кто хочет поменять свой образ жизни, я хочу рассказать о том, как я начинал. Ну, во-первых, в интернете я тогда еще только начинал. И сразу понял, что моя жизнь будет связана с интернетом. То есть мой заработок. Потому что видел, что это будущее. В то время, это было в 2009 году, я тогда нашел такой ролик, не ролик, запись такую хорошую, называется «Записки миллионера». И попросил дочку записать мне его. Ну, когда записал на телефон, то понял, что это не очень удобно. Я ее попросил разбить на три части. Сейчас я вам покажу. Так. И слушал, как я это делал. Дело в том, что я тогда работал подземным электрослесарем, то есть шахтером. Жил в городе, ездил на автобусе шахтном до Комсомольской шахты. Ну, это довольно-таки длинное расстояние. Где-то минут сорок примерно уходило. Может быть. Ну, когда больше, когда меньше. И вот у меня ролик, то есть это была запись разбита на три части. Я, у меня тогда вот такой телефон был. Он сейчас у меня есть, остался. Сделали записи, три части. И у меня обычно две я успевал прослушивать, иногда не успевал. Потом начинал со второй, третью. И я просто себе впитывал в мозги, как говорится, в голову вот это, то, что там говорилось. Чтобы не быть голословным, я вам сейчас включу эту запись. Ну, это вот, начало, чтобы вы услышали. Уважаемые дамы и господа, я хочу представить вам замечательного человека, большого профессионала, человека, который не только сам бы вынесли, но и другого успеха, но и помог в этом многим, многим людям. Ну, надеюсь, вы слышите, что это действительно... Ну, чтобы... А, еще... То, что это действительно не так, я вам сейчас, ну, это покажу просто свойства. Вот, посмотрите, думаю, хорошо видно дата 18.01.2009 года. Вот я тогда уже решил, что я займусь бизнесом. И дальше вот я прослушивал эти записи, ну, практически почти каждый день, но когда я уставал, естественно, я там в автобусе мог и подремать, но всегда втыкал в наушники и слушал это. Для чего мне это было нужно? Для того, чтобы мне никакой там дядя Вася, дядя Петя или дядя Коля, который может иметь авторитет, не сказал, что... Да ты чё, ёлки, куда ты суёшься или всё такое? Чтоб меня никто не мог от этого отговорить. Или там тётя Клава, там тётя Зина какая-нибудь не сказала, что вот, куда ты суёшься, да ты чё? Но они сами в жизни-то ничего не достигли. А мне именно нужен был пример. И вот я слушал. Следующий мой шаг был, который мне как раз в том году исполнялось 50 лет. мои родные меня спросили, чем... что ты хочешь на день рождения? Я сразу сказал, мне нужен ноутбук. Зачем? Говорит, у тебя же есть компьютер. Я говорю, нет, я хочу заняться бизнесом, и я хочу, чтобы ноутбук был именно мой. Мой личный. Вот это был следующий шаг, который... Мне действительно на 50 лет подарили ноутбук Тошиба. Ну, честно говоря, неожиданно было. Но у меня тогда и дети приехали к нам в Иркуту, именно на 50-летие мы отметили хорошо. Но когда появился свой ноутбук, я действительно начал бизнес. То есть предпринимать активно шаги к поиску того бизнеса, который бы меня устроил. В июле того года я уже уволился с шахты. Ну, считайте, почти полгода прошло. Но есть фактом, я тогда уволился и начал активно искать то, что бы меня устраивало. То есть я хотел создать пассивный доход. Вот в этом как раз записи об этом и говорит, что надо создать пассивный доход. Ну, книгу, естественно, я написать не мог. Может, талантов нет. Ну, дальше какие-то большие деньги вложить я тоже не мог. Это не для меня, наверное, было. И поэтому я решил заняться бизнесом в сети. В сети я тоже очень тщательно отбирал, пока вот не нашел вот эту бизнес-систему и действительно достойную компанию, с которой можно делать бизнес. Я хочу сказать, что у нас действительно система, по которой мы работаем, она просто уникальна. Работать здесь может любой. Ну, вот я подземный электрослесарь бывший. Понимаете, семипядий у меня нет во лбу. Но зарабатываю очень хорошие, приличные чеки. Ну, скажем, вот в прошлую среду я для себя обнаружил, что, оказывается, банк, компания, с которой работает с нашим банком, мне увеличили сумму снятия за раз. Если, вот, может, видели кто ролик, в котором я показывал, что мне там за раз, ну, за две недели снимал свой заработок, и у меня получалось, что 90 тысяч я мог снять, потом пришлось на следующий день опять 90 тысяч снимать. Больше я не мог. Ну, вот, скажем, это вот в среду вот первый чек, а это вот другой чек. Уже, видите, уже не 12. Можете сами посчитать. Думаю, там ничего такого сложного нет. Ну, приятно очень обнаружить, что раз ты уже можешь снимать более большую сумму, чем раньше снимал. Так что, вот это начало может кому-то пригодиться. Ну, главное, что вы решитесь, чтобы у вас была решимость. Вы можете, вот, сделать что-то похожее. Вам надо, главное, решимость. Потому что, в любой момент, вас кто-то может отговорить. Вот этому надо противостоять. Как противостоять? Я вам показал свой способ. С вами был Виктор Кожанов, платиновый партнер компании FFI. Удачи! И до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...